привет всем с вами джексон и сегодня мы будем продолжать делать наш проект суть которого заключается в том чтобы сделать достаточно дешевый простой усилитель он у нас будет трех канальный будет левый правый и средний канал средний канал у нас будет получается две микросхемы соединенные мостом он будет в два раза мощнее чем левый и правый канал ну или просто как вместе взяты левый и правый канал а и он будет у нас начаться для самого сабвуфера или центрального динамика просто будет низкочастотный усилитель в целом мы сегодня будем делать только одну часть будем делать только левый получается усилитель ну усилитель левого канала он я уже как прошло видео показывал какие нам запчасти понадобятся как их выбрать у меня все запчасти уже есть схема достаточно простая питается у нас от 12 вольт я также сделаю к нему блок питания но сейчас для теста ну когда мы уже сделаем я не буду использовать сел наш самодельный блок питания использую какой нибудь и другой блок питания но которым не уже есть готовый поскольку блок питания тоже для него нужно выйдите отдельное видео пожалуй а тут всего 10 компонентов но все собирается легко компоновка тоже достаточно легкая поскольку питается 12 вольт без проблем можно подобную схемку и сделан ну получается машине сделать и если правильно реализовать все то это даже будет лучше чем допустим стандартная аудиосистема а будем использовать и для того чтобы это все сделать вот такой вот макетную плату конечно это не самые лучшие варианты то есть и чтобы делать поскольку тут достаточно неудобные отверстия процент суть этого неудобства заключается в том что сейчас покажу вот у меня есть микросхема доставленная и одна уже вот такая вот как видите мне пришлось ее достаточно сильный изогнутия для того чтобы она поместилась в эти отверстия вот теперь но таким образом помещается ножки ее сильным приходится гнуть я не знаю вам не видно но получается что эти микросхемы давайте возьму какую нибудь неизогнутую еще еще они вообще не подходят под подобные макетные платы допустим вот да ну ну просто не влазит потому что тут у нас размер вот дистанция между вот этими вот отверстиями слишком большая а должна быть поменьше поэтому приходится достаточно сильно изгибать ножки при этом о вы рискуете и сломать так что это дело нужно даже достаточно аккуратно но я буду для khuse не используют у такого радиаторы его хватит и для одного и двух микросхем не более более важно уже будет только нибудь какой нибудь активное охлаждение то есть нужен будет какой нибудь серия вентилятор я постараюсь по нем запилить его у нас будет и все-таки его четыре микросхемы то есть но вот уже вот одна на плате две тут и одна пакетики рт постарай pourrait запилить это все но у меня правда еще где то был такой more Радиатор, скорее всего, сделаю так, что просто разделю на две части, то есть будет один радиатор с одной стороны, который будет две микросхемы охлаждать, и будет с другой стороны еще один радиатор, который будет охлаждать еще две микросхемы. Из деталей будем использовать вот такие вот клипсы или зажимы, по-моему, точно не помню, как они называются, но, в общем-то, такую вот штучку, при помощи которой мы просто будем подсоединять провода. Это те штуки будут, вот это будет не временная, она будет для питания использоваться, а эта штука будет временная, при помощи нее мы просто будем проверять на работоспособность. В целом, у меня есть все запчасти, я уже, так скажем, в прошлом видео рассказывал, какие нам понадобятся, как это все выбрать. Единственное, что я вам не рассказал, это то, как сделать, получается, сопротивление на один ом, если у вас нет уже готового. Суть заключается проста, ну, просто вообще, суть очень легко все тут. Я уже его сделал, вот такая вот штучка у нас получилась, нам нужно просто, в нашем случае, медная проволока, берем ее по потолще, то есть, толстого сечения, и нам просто, допустим, нужно вот, ну, на примере этой нам понадобится где-то, наверное, сантиметра четыре. Берем, просто отрезаем, заложиваем концы или просто их зашкуриваем, и при помощи, ну, давайте даже так покажу, не знаю, получится, мне не получится, поскольку, мне кажется, все-таки без заложивания у нас плохой контакт будет, но сейчас проверим так. Так, есть у нас тестер, так, что уже показывает, так, так, и так. Вот, и у нас получилось в этом случае 1,7 Ома. Ну, то есть, мы выставили, получается, на мультиметре, это инвестор, мультиметр, сопротивление измерять, 200 Ом, и у нас получилось тут 1,6 Ома. Это, как раз, почти то же самое, что нам нужно. Единственное, что можно еще немного укоротить, допустим, еще где-то вот, ну, вот сколько у нас, 1,6, ну, примерно на глаз даже можно это все сделать, все это дело укоротить, опять все это дело зашкурить. Так. Так, и еще раз затестить, что у нас получится. Так, вот такая вот просто кусок проволоки. Еще нащипывать надо это все дело. Ну, в общем, так, в общем-то, смысл вы поняли. Просто сейчас неудобно, из-за этого кусочка проволоки, он достаточно маленький, и вообще нужно вот эти края лучше залуживать. То есть, вот как сделал я, где мое сопротивление, вот это сопротивление, это у нас сопротивление ровно 1 Ом. Его нельзя, это таким образом изгибать, вообще таким образом лучше его не изгибать, поскольку это у нас получается катушка индуктивности, по-моему, так это называется, точно не помню, извиняюсь, если неправильно сказал, это катушка индуктивности, но в нашем случае она сильно влияет на схему не будет, но вообще лучше вот таким образом это все дело не закручивать, то есть спиралька не закручивать, вы можете просто, допустим, вот схему, ну, вот саму нашу проволоку, вот таким вот образом просто вот загнуть и вставить в нашу схему но один он там вообще это дело не критично то есть и в нашей схеме я думаю что там а даже сопротивление самой цепи который там будет она будет даже наверно больше чем одином но в общем то все таки схеме было указано что нужно одином все таки будем его использовать все это я постараюсь компоновать на как максимально компактнее все это будет нас находиться с левой стороны то есть разделена три части нашу схеме плату у нас будет допустим вот левая части это у нас левого канала среднее для среднему каналу это наибольшая часть будет правая часть у нас для sozial оба канала поскольку все дела с компонентами есть но по крайней мере вот на это участие все сейчас распространясь компоновать спойけど есть далее честно говоря не знаю получится ли у меня об этом видео уже это было запустить raise Tracy си нет поскольку у меняancia достаточно мало времени чтобы даже сделать и не так что у меня все это дело первого раза получится то что надо будет пару раз перепроверить а также я хочу извиниться за то что давно ведет по поводу этого проекта не было все знают только с тем что у меня не было абсолютно не время но было время но очень мало и для того чтобы заниматься подобными проектами нужно достаточно много времени я просто не успевал но вот это дошли руки и решил опять заняться этим делом в целом давайте в общем то начнем это все дело компоновать и понять в общем то я все это дело спаял вот таким образом то все получилось достаточно компактно на это все дело потратил около 15-20 минут но это учитывая что все время отвлекался на всякие мелочи вот тут у нас получается что все компоненты есть то есть 9 компонентов и десятая это у нас сама микросхема к ней осталось нам прикрутить радиатор поскольку без радиатора ее даже запускать недосмысла потому что сразу же перегорит и также нам а сейчас желательно проверить все получается дорожки вот эти все чтобы идти ничего не замыкало поскольку это можно сказать пока что тестовая поскольку тут вот именно вот в этом месте достаточно запутанная схема и тут без проблем контактного контакты могли замкнуться поэтому все это дело проверяется при помощи тестера все очень легко просто включаем прозвонку и так сейчас и при помощи прозвонки прозвоним все контакты допустим вот так у нас это вот минус минус тут 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 все вот с минусом все в порядке далее прозвоним другие контакты то есть так и подобным образом все контакт контакт надо прозвонить все в общем то тут особо схема не трудно то есть вот это вот таким образом все это выглядит снизу паять буквально нечего тут всего лишь дело вообще наверно на минут 5-10 опытного человека и ну как у вас получится все это можно уместить подобным образом компактно при этом придется немного пожертвовать в плане красоты поскольку видите тут немного запутанно получилось но можно сделать это более так скажем развернуто но при этом получится все куда ни надежнее и красивее а в целом сейчас мы это все попытаемся за то есть и также по краткому курсу я не знаю если вы этих подобных не знаю терминов не знаете то я вам наглядь смогу объяснить но насчет компоновки схемы я по поводу микросхемы сама расскажу как ее подсоединять у нас есть и получается микросхема в нашем случае 4 конкурни 4 5 контактов и они все пронумерованы у нас 1 3 2 4 и 5 пронумерованы они не в последовательном порядке поскольку тут просто выходы таким образом попал оба но на реках я не поrãoке пронумерованы последовательном порядке начиная с левой с левой стороны получается ну как допустим вы начинаете читать какой нибудь и книжку или текст всегда считаете с левой стороны также у микросхемы но подобного типа первый контакт это тот который слева не так последним у нас уже пятый контакт получается в целом вот таким образом то наша получилось а вот как то все его выглядит использовал вот на получается 1 он сопротивление вот просто вот такую вот медную проволоку сюда вот вставил и должно по идее работать сейчас все это дело подсоединим и попробуем запустить и и и в общем то вот что у нас получилось все вы слышали сами качество звука честно говоря это где то половина его возможной громкости и дело в том что я не могу выкрыть на полную в принципе могу выкрыть на полную услышите что будет но это все только из того что у нас очень слабое питание давайте пробуем сейчас это же не получается не знаю запись час выкручена полно это все дело слушать в общем то подобным образом невозможно но это все опять же говорю и записали когда мы сделали все это дело на нормальном блоке питания то есть сделай свой блок питания на нем все это дело сделаем звук будет но в раз намного раз лучше чем вот сейчас поскольку сейчас используются честно говоря вот такой вот он блин даже лампочка у меня включилась опа освещение есть вот такой вот и блок питания честно говоря это оденде он всего на 9 вольт там и у него получается выходная мощность и всего ну это вообще но он слабенький в общем то этот блок питания на 9 вольт выходная мощность 850 миллиампер но это не мощность это ну в общем то сила тока но для наших целей то блока питания конечно мало нам нужно сделать свой на нормальном трансформаторе с нормальной мощностью и в итоге получится достаточно мощный агрегат я надеюсь что мне хватит и вот это блок питания поскольку у нас тут кроме того микросхем будет еще а получается 3 но и все это дело спаяю постараюсь копан власти это достаточно маленькая вот эта съемка и еще надо будет сделать регулятор громкости то есть агрегат огромкости неосكن непростой там надо самая главная трудность то что там регулятор громкости она сразу же три канала был чем там у вас разгвоздка вы чтобы plot だюк бомб겠지만 ты驭дил я пробую это сделать честно говоря не уверен что у меня получится у меня не уверен что из подобные то есть пять переменные резисторы а поскольку скачицы мне привезли ходили блин бы доказательный покупать все это опять же может и продлиться на определенное время Но вот что пока что у нас есть, вот допустим, давайте еще раз покажу, сейчас его надо опять запитать, это все дело, так, лампочка у меня не очень, так, вроде работает, сейчас я громкость выкручу на нормальную, чтобы оно не хрипело, так, вот так примерно, питает, кстати говоря, динамик сопротивлением 8 Ом, мощностью 8 Вт и вполне нормально его тянет. Ну, конечно, сейчас в таком состоянии не на полную его возможности, но примерно на процентов 60 где-то его тянет, при максимальной громкости он спокойно будет тянуть 10 Вт и динамик почти, ну, на хорошее качество звука, при этом в итоге, когда мы это сделаем, все, получается, постараемся уместить железный корпус, я не знаю, все-таки, отведет и тот железного корпуса, отказываться не очень хочется, поскольку корпус будет экранирован, и это будет большой плюс, в плане того, что сразу же будет экран, который не надо будет самому делать, но по и того, что за счет экрана будет качество звука лучше, но тут все проблемы в габаритах, с этим радиатором он сюда никаким образом не влезет, мне придется все-таки, наверное, заказать пластиковый корпус, закажу его не скитая, закажу на местном сайте, поэтому это дело придет намного быстрее, но все-таки хотелось бы что-то железное, а железный корпуса подобных размеров стоит, ну, далеко не дешево, поэтому посмотрим, что у нас получится, но постараюсь, если что, вот в этом корпусе, что-то смастеритесь, получится, сделаем, не получится, куплю уже готовый корпус. Вот такой вот у нас проект, пока что это далеко не финальная стадия, просто вот собрал, честно говоря, я в предыдущем видео пообещал, что постараюсь максимально подробно объяснить, но, честно говоря, я подобный, ну, не знаю, подобного не смогу сделать просто в одном видео, по-моему, для меня, лично вот, по моим возможностям это нереально, кроме того, я далеко не профессионал, ну, не специалист, так скажем, есть дофига людей, которые, допустим, даже смотрят меня, намного опытнее меня в этом деле И часто мне в комментариях появляются какие-то, не знаю, негативные отзывы, которые, ну, не знаю, просто тролли какие-нибудь, может быть, пишут То, что там, допустим, в видео сказал что-то не так, они мне начинают уже, вот ты нифига не знаешь, лучше за это не берись и подобное Поэтому, у меня, честно говоря, и желание особо подобное видео, последнее время стало меньше снимать Но, я постараюсь по аспектам, в которых я разбираюсь, но, вообще, и по простым аспектам, которые я смогу без проблем донести до своих зрителей Постараюсь вам снять видео, но, по подобным вещам, я не знаю, будут ли вообще еще видео Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, но вот, что у нас пока что получилось Но, по-моему, получилось достаточно хорошо, качество звука меня радует, я думал, что будет чуть похоже В общем-то, все у нас вот даже сейчас он подсоединен в сети, никаких фонов, шумов нету, ну, вот Все вроде бы отлично Кроме этого, это у нас получается, низкочастотносительно Звук, тем, кому нравится басистый звук, это, как раз от этой микросхемы подойдет В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки И, в общем-то, пока, так же постараюсь, как можно чаще, пускать все вот эти вот видео и доделать уже этот проект Потому что, как бы, он самому уже хочется его доделать и Ну, не знаю, как это сказать, даже, отвертеться, что ли Потому что, все равно, надо это когда-нибудь уже сделать, а я просто все время откладываю на завтрашний день В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки И, в общем-то, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok